Приветствую вас, я бы приглашил вам подумать вот с какой точки зрения образ девушки, образ той, которая вам нужна, образ той потребности, которой вы испытываете, он у вас сохранился, он у вас сохранился и он, этот самый образ, эта вот совокупность тех характеристик, которые были у девушки, он теперь вызывает у вас ощущение неудовлетворенности. Ее образ, условно говоря, по моим мнениям, ее образ, это то, в чем ваша потребность. То есть вы нуждаетесь в том, чтобы у девушки был ряд характеристик, и эти характеристики, они вам нужны. Для чего? Эти характеристики вам нужны для того, чтобы вы чувствовали себя мужчиной, чтобы вы чувствовали, что, например, живете, чтобы вы чувствовали, что вы полноценны, ну и так далее. И, соответственно, для того, чтобы вам вот девушку отпустить и чтобы забыть ее, нужно выделить, выделить вот эти вот потребности, нужно выделить вот эти вот характеристики, которые вы хотите видеть в ней, и эти характеристики перенести на другого человека. Но при этом желательно для вас понимать, что, во-первых, характеристики эти обусловлены не только тем, чего вы хотите от девушки. Но и характеристики эти обусловлены тем, чего вы хотите для себя. И тогда мы с вами сейчас говорим о том, что для того, чтобы девушку вам забыть, вот такая, которая изменилась ведь, изменение ее, это процесс, ну, вполне естественный. Чтобы нам забыть, нужно дифференцировать, разделить вот эти вот, собственно, характеристики, эти потребности. То есть, какие-то характеристики влияют на то, какой девушка, например, должна быть по вашему, то есть, ну, с какой девушкой вам хочется быть, какую девушку вы хотите видеть рядом с собой и так далее. А какие-то характеристики связаны с тем, чего вы хотите для себя. И вот, дабы снизить значение вот той девушки, которая сейчас у вас, условно говоря, произошел разрез, вам нужно и работать над тем, чего вы хотите от нее видеть. То есть, и то, что вам нужно для себя, необходимо отделить и удовлетворить самостоятельно, это очень важный и необходимый момент. А то, что вы хотите именно от девушки, нужно искать в другом человеке, то есть, это вот как раз, ну, как раз, по сути, это то, с чем вы относитесь, как мужчина. Далее. Вполне вероятно, что не можете вы забыть девушку по той причине, кстати, еще, что у вас наличствует не только обида на нее, но и, как следствие, непонимание того, почему так произошло. Чем обусловлено вот такое изменение девушки? Да, вы не понимаете, почему она была одной с вами, а когда вы, например, там, приехали из армии, она стала уже другой. Естественно ли понять, что девочка, скорее всего, повзрослела, ведь прошло время, у нее появились другие ценности, посиняли взгляды, и это абсолютно нормально. И чем лучше вы это представьете для себя, чем быстрее вы это поймете, тем лучше, чем лучше вы поймете свою девушку, может быть, вы с ней разговаривали, может быть, разговор этот к чему-то там привел, то есть она же вам что-то сказала, она вам что-то объясняла, вот. Вам нужно вот это понять, что у девочки поменяли взгляд, и если вы сейчас не принимаете ее такую, какая есть новую, вы говорите, что я хочу ту, что была, то это простите, не любовь. Это вот некий такой образ женщины, который вам нужен, который вам был хорошо. Возможно, до армии у вас были немножечко такие детские, может быть, чуть-чуть подростковые, ну, чуть-чуть подростковые понятия, да, которые позволяли вам думать, что вы человека любите, но обеспеченность и любовь, это все-таки, когда принимаешь его таким, какой он есть, вы этого не делаете, и, соответственно, я могу заключить из-за этого, что у вас не совсем любовь, а скорее потребность, тем более, что сейчас человек, когда стоит забыть, вы не можете, что, как бы, что, как бы, тоже навевает на эту мысль, на мысль о том, что вы именно зависимы от нее, то есть вы ее не любите, у вас есть влюбленность, есть потребность в ней, но вот именно любви, как таковой, у вас в свою жизнь нет. И вот это вам тоже предстоит, конечно, осознать, с этим вам тоже предстоит поработать. Но основное направление, конечно, работы, которое бы я рекомендовал вам, это вот проработка для начала именно своих желаний, того, чего вы хотите, их дефинцирование, не подавление их, потому что подавлять свои желания, безусловно, безусловно, не стоит, а именно все-таки осознание их, осознавание их. Вот это вот, наверное, будет для вас сейчас самосправленным. И если вы хотите действительно как-то эту ситуацию разрешить, то вот другого варианта, то есть варианта именно осознать свои желания, у вас на самом-то деле не будет. На этом, пожалуйста, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, буду рад помочь, пишите в личику. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.